Уверенность в себе, харизма, надежность, состоятельность. Эти качества в мужчинах привлекают многих девушек, особенно тех, кто настроен серьезно. Но вы же знаете, что проверять все вышеперечисленное лучше не на словах, а на деле. А почему бы не применить эти критерии поиска к автомобилю, тем более такому, как новый Dodge Journey? Звучит практически как Джордж Клуни. Стопроцентный представитель сильного пола, настоящий американец. Как говорят, с характером и практичностью, которой позавидуют многие одноклассники. Что ж, проверим? Но в любом случае встречает, как полагается, по одежке. Опрятный и аккуратный дизайн, без лишней вычурности, может быть даже немного пресно. Dodge в свое время славился брутальностью, а в этом случае он напоминает скромного середнячка европейца. Сохранились лишь огромные колесные арки с 19-ми дисками и фирменные крестообразные решетки радиатора. Если официально, то новое поколение Journey получило новую оптику со светодиодами, обтекаемые бампера и накладки на выхлопные трубы. Революцию в экстерьере дизайнеры не свершили, просто немного освежили свой труд нескольких лет давности. Перед тем, как сесть в салон, водителя ждет первая приятная мелочь. Посмотрите, как здесь открываются. Нет, я бы даже сказала, распахиваются двери. Сесть в салон может практически человек любой комплекции. Я-то вообще проскользну. Удобно, практично, гостеприимно, и это большой плюс. В салоне разработчики обещали массу изменений в лучшую сторону. И если сравнивать с тем, как выглядел внутри его предшественник, шаг вперед сделан заметный. На передней панели мягкий пластик, двери местами обшиты, наверное, кожей, с белой симпатичной прострочкой. В целом, пока удобно. С другой стороны, интерьер выглядит еще скучнее, чем внешний облик. Да и если внимательно все изучить, найти, к чему придраться, проблем не составит. Во-первых, это пластиковая накладка. Выглядит откровенно дешево для машины такого уровня. Во-вторых, подлокотник. Посмотрите, как он шатается. Ну и, конечно, дисплей. Ой, это вообще отдельный разговор. Такое ощущение, что у меня на телефоне экран больше. Функциональностью тоже не получается. Навигации и камеры заднего вида тоже нет. Зато есть объемное зеркало, где видно все, что происходит на заднем сидении. А сейчас там сидят операторы. Ребята, а какие здесь фонарики. Прямо как в салоне самолета. Круто! Только общей подсветки нет. Похоже, что Alpine решила просто. Что-то надо. Но не на всем. В нашей машине установлены динамики Alpine. Качество звука системы весьма неплохое. Но это, если только ты стоишь на месте. Когда машина начинает набирать скорость, с удовольствием музыку уже не послушаешь. Придется разве что выкручивать ручку громкости. А все почему? Потому что шумоизоляция у Dodge не на высоте. А еще на высоких оборотах услышите звук мотора. Правда, к самому двигателю претензий никаких. Под капотом инженеры установили бензиновый V6 Pentastar объемом 3,6 литра. Этот мотор в прошлом году был в десятке лучших, по мнению авторитетного на западе журнала World. Динамика автомобиля действительно на высоте. 280 лошадиных сил и 342 ньютон-метра крутящего. В тандеме со шестиступенчатым автоматом немаленький и нелегкий Джорни набирает первую сотню всего за 8,5 секунд. Пам! Педаль! Газа в пол! Ничего! Хорошо идем! Руль у Dodge тяжеловат. Видимо, ради такого мужчины нужно будет уходить в вокзал. То, как тут продумано свободное место, достойно уважения. Сразу стоит отметить, что этот автомобиль с третьим рядом сидений. Места хватает. Вполне можно с моим ростом уместиться. О, тут, кстати, есть мои любимые фонарики и подстаканчики. Детям разработчики уделили особое внимание. В машине есть приятная опция, которая не только понравится родителям, но и сэкономит им несколько тысяч рублей. На втором ряду можно легко соорудить детское кресло. Выдвигаем дополнительную подушку. Пристегиваем ремень. Все. Кстати, если не набивать под завязку машину пассажирами, Джорни откроется практичному водителю еще с одной стороны. Например, сидение пассажира спереди можно легко трансформировать в столик. При этом здесь же конструкторы решили сделать потайное отделение. Отличный вариант для хранения каких-нибудь ценных вещей. Если сложить все сидения, получается почти ровная поверхность. Ну, а объем свободного места, внимание, 2000 литров. В России Джорни поставляется только в полноприводной версии. Ведущая ось передняя, она работает всегда. Задняя подключается при необходимости. А вот поесть он любит от души. Расход по паспорту в городе 16 литров. А у нас получилось целых 20. И то в спокойном режиме. Хотя он ест 92-й. Прожорливый. Ну, экономичный. А теперь проверим, пожалуй, самое главное качество доджа. Его вместительность. По задумке производителей, комфортно должно быть не только водителям, но и шести пассажирам. Поэтому я решила задействовать всю съемочную группу. Ребят, садитесь в машину. Вся съемочная группа обычно помещается в две машины такси. А в один тот Джорни все поместились без проблем. Практично. Ну что, нормально разместились? Да, нормально. Камеры помещаются? Так. По кочкам? Поехали. Ребят, как вас там? Не укачивает? Ребята, держитесь! Ну все, 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 смотрите, давайте проверим тормоза. Нормально тормозит? Отлично. Ну спасибо вам за этот тест. Как мне все-таки с ними повезло. Так что этой машине вполне по силам стать настоящей душой компании. На изящество, премиальность и высокотехнологичность он не претендует. Но за скромным внешним видом и внутренним эмбранством в Джорни действительно можно разглядеть очень полезные качества. Но подойдет ли этот большой американец хрупкой русской девушке? Моя знакомая Ольга уже давно приценивается к автомобилям из Соединенных Штатов. Оля, я знаю, что ты всегда готова к встрече с американцем. Всегда. Как он тебе? Надежный? Мне кажется, да, американцы они все надежные, но это по-моему. Знаешь, давай, чтобы понять, насколько он надежный, съедем с асфальта вот на эту проселочную дорогу. О, как? Рычит мотор. Да? Да, да, да. Ну давай. Прямо в грязь. Не могу себе отказать в удовольствии проверить машину все-таки на бездорожье. Ух! Ух! Ничего себе! Как тебе подвеска? Слушайте, она выдержала. Выдержала? Молодец, очень брутальный. Только скрипят стекла я обратила внимание. Машина, я так понимаю, что новая, но стекла почему-то скрипят. Да, и дешевые вот эти вот все материалы. Мне не нравится. Потому что тут пластик такой, внутри пустота. Как в Жигулях. Большой минус, что тут нет парктроников и камеры заднего вида. А габариты у этой машины, ты сама видишь, что они маленькие. Да. Ты знаешь, сколько стоит эта машина? Я думаю, 168 тысячи. У нас в России она стоит в базовой комплектации миллион шестьсот. Как ты считаешь, это все-таки женская машина или мужская? Не, она больше для девочки. Я не вижу в этой машине мужских. Смотри, как она не хорошо погрелась. Ой, какое я очень удовольствие сейчас. О, какой гад. Все-таки видишь, Оль, маленький дорожный просвет. И машина чертает нищим. Да. Поэтому внедорожникам все-таки это не назовешь. Назовешь. Оль, ну и давай мое любимое. Тише едешь, дальше будешь.